Вечер добрый! Слушаете вы свое радио, надеюсь, в постоянном для себя привычном режиме и, как всегда, по будням с 8 и до 10, включительно, 2 часа, программа «Живые», где мы живо беседуем с нашими гостями, и музыканты знакомят многих со своим творчеством, а кого-то, кто является поклонниками, радуют, безусловно, своими произведениями. У нас есть добрая традиция, за три года сложившаяся, мы как-то исследуем. Сначала песня, потом уже я знакомлю вас с группой. Ну, естественно, поименно каждого представляю. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали! Сколько сторон и объема еще незнакомы теряют цвет? Голосом спеть, неизбитым и словом, забытым на много лет. Сколько разбраться на мнений иных настроений безликих глаз. Мир ощутить не молящий, не внешний, а спящий в каждом из нас. Снег безвозвратному дню, глядит тревога ночи, Вечность меня избегут в событиях, теряясь. Лишь единицу найдешь в однообразном ряду. Медленный отзыв на всяк, чему приучит время, Подленный признак в тебе, духовного начала. Вряд ли поставят тебя в однообразном ряду. Без конца провожать, Каждый день не злиться. Столько сторон и объема еще незнакомы теряют цвет. Голосом спеть, неизбитым и словом, забытым на много лет. Сколько разбраться на мнений иных настроений безликих глаз. Мир ощутить не манящий, не внешний, а спящий в каждом из нас. Своей уместностью гордые дни, Лишь убедут по кругу, в лету скрывается вся. Цвета судьбы, почете, будь, отчего и зачем, В однообразном ряду. Хочется твердой руки, несущей продолжения правды. Услышать шаги, ведущей к убеждению, Гордость, безвечный тупик, В однообразном ряду. Без конца провожать, Каждый день без лица. Сколько сторон и объема еще незнакомы теряют цвет. Голосом спеть, неизбитым и словом, забытым на много лет. Сколько разбраться на мнений иных настроений безликих глаз. Мир ощутить не манящий, не внешний, а спящий в каждом из нас. Сколько сторон и объема еще незнакомы теряют цвет. Голосом спеть, неизбитым и словом, забытым на много лет. Сколько разбраться на мнений иных настроений безликих глаз. Мир ощутить не манящий, не внешний, а спящий в каждом из нас. Мир ощутить не манящий, не внешний, а спящий в каждом из нас. Мир ощутить не манящий, не внешний, а спящий в каждом из нас. Старая лирика, ну то есть тексты. Я так понимаю. Привет. Здравствуйте. Вот, хорошо. Далее у нас. Вот удивительно, конечно, я сейчас наблюдал. Вспомнил вдруг, прости бога ради, что я вдруг, ну скажем так, такую аналогию провожу. Я просто вспомнил мальчика у нас во дворе жил. Он постоянно ходил с замороженным. Это было в детстве. А ларек высокий. И прилавок высокий И он подходил с рублем К продавщице, так вот тянулся И говорит, дайте мне мороженое Тебе удобно играть на такой высокой подставке? Скажи мне, пожалуйста Удобно? Дмитрий Пироженко, клавишная коллектива Третий рим Бас-гитара Михаил Знаменский Миш, хотя бы раз к микрофону за эфир Надо подойти Добрый вечер Ну и человек, у которого свой собственный Как у меня, он практически ведущий программы Единственный свой собственный микрофон Это барабанщик коллектива Юрий Лангин Извини Здравствуйте Ву, теперь тебя слышно, говори в микрофон, пожалуйста Это, собственно, и есть коллектив Третий рим Групп, которую мы с радостью сегодня вам представляем Я надеюсь, что те отклики Которые уже пошли сейчас Вот прям только вы первую песню играли А народ уже начал писать Вау, вокалом Носкова напоминает, нравится Извини, конечно, это не я сказал Я не пойму, похвалили или нет Но Носков хороший вокалист Да Я думаю, что похвалили Если человек пишет при этом нравится То, скорее всего, это комплимент Комплиментарная часть Ну, в общем, в любом случае Знакомиться будем И знакомиться с вашими песнями И будем продвигаться по эфиру потихонечку Рассказывая о том, кто вы, что вы, откуда И так далее Как с нами связываться, друзья? Мы очень просто Напоминаю 4647 Это короткий номер для ваших смс-ок 4647 Пишите сначала свои Пробел А дальше уже все, что хотели бы Адресовать коллективу Это могут быть вопросы Это могут быть просто эмоции Впечатления Делитесь всем, что в голову приходит Официальная группа Своего радио ВКонтакте Там тоже все просто Открываете Видите сразу уже фотографию Анонс В общем, анонс Фотографии Все красиво Как положено И там, собственно Группа Третий Рим Выделена синим Это, значит, активная ссылка Кликая на которую Вы попадаете в группу А в группе Ну, в сообщество официальное А в этом сообществе Уже вся информация О коллективе Которая может быть нужна И о которой мы, собственно, Сегодня можем не поговорить даже Становясь участниками сообщества Коллектива Вы получаете всю информацию Об их передвижениях Концертах Планах В первую очередь Я думаю, что это будет полезно Особенно если вам музыканты понравятся Далее Можно видеть все, что в этой студии происходит Тоже не безинтересно, кстати Как все делается Как музыканты играют Как, собственно, вокалист поет Как барабанчик жарит Как басист, сидя, устроившись на диванчике Вежливо перебирает струны своего инструмента Ну, в общем, смотрите, пожалуйста Вы можете войти на сайт Своего радио Своего радио.фм Там сверху плеер В плеере слева онлайн-аудио Это чтобы слушать А справа онлайн-видео Кликая на онлайн-видео Вы оказываетесь в картинке Ну, собственно говоря Картинку-то представляет нам Планета.ру Это краудфайдинговая Замечательная платформа Там же, кстати, есть чат В котором можно писать По ходу эфира Само собой я постараюсь Постараюсь обязательно вычитать Все, что интересное попадает Во все чаты И во все возможные Форумы Оттуда уже давать в эфир Если это интересно Здравия всем Пишет Сергей Пантюшин Мало интересного, но привет Как называлась первая песня? Это была совершенно новая песня Вот прям с премьеры начали Ну, понимаете, как Так как у нас Концертов не так много Поэтому мы Всегда двигаемся вперед И делаем новые песни А, подождите Если было много концертов Вы бы на вея не писали? Нет, мы писали Просто требовали же бы старое И мы бы играли Поэтому мы осенью Только выпустили альбом И уже сочиняем Как бы новые И играем уже Они у нас просто на руках Поэтому мы их сюда принесли Окей, как называется песня? В однообразном ряду В однообразном ряду Кто-то отметил уже Нетривиальность текста Услышав первую же песню Что не может не радовать И я вообще очень люблю Тех музыкантов Которые действительно делают музыку Еще и с текстом Таким Правильным, грамотным То есть так, чтобы там не было Каких-то очень простых Примитивных видео Хотя иногда бывает и примитивное Интересно Иногда бывает и Примитивное вполне себе интересно Давайте мы интерес, который уже появился сейчас Продлим Продлим, да Подожжем его Сделаем его еще более глубоким Как будет называться следующая песня? Следующая песня называется «Звезды строки» Как всегда, живой звук В программе «Живые» Здесь сегодня третий рим Поехали Погружаюсь по словам на дно Дно бескрайней, точной немоты В нем мне станет все равно Кем разбросаны следы Что почем и где растет печаль Но за годами все одно С четырех сторон Я на плече у ночи Я снова жду потоки Я верю, звезды слышат, звезды знаю Все мои тревоги, звезды строки Выше улиц Выше всяких сфер Без начала И без конца Невозможно отыскать Ему свойственный пример И земного Нет его лица Но за годами все одно С четырех сторон Я на плече у ночи Я снова жду потоки Я верю, звезды слышат, звезды знаю Все мои тревоги, звезды строки Я верю, звезды слышат, звезды знаю Я на плече у ночи Я снова жду потоки Я верю, звезды слышат, звезды знаю Все мои тревоги, звезды строки Я верю ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА — Хорошо, хорошо, хорошо. Так, давайте будем двигаться потихонечку. Ну, масса разных уже вопросов есть. Например, «The song of the sound», так зовется человек, пишет вот что. «У вокалиста и лидера группы есть стихи, например, а не песни. Если есть, можно что-нибудь из них услышать, и какая поэзия, какие поэты нравятся музыкантам. Спасибо». Ну, то есть мы уже давно понимаем, что между стихами и текстами есть разница, безусловно, стихи — это самые по себе песни, а тексты — это некое сопровождение музыкального ряда. Есть стихи? — Есть. — Есть? То есть, в принципе, не чураешься написать ни стихов? — Да. — А издавались когда-нибудь, нет? — Нет, не издавались. — Так для себя? А почитать, если вот потом как-нибудь попозже? — Без вопросов. — Да ладно, смотри, не ломается. Это хорошо, это приятно. Насколько я знаю, группа изначально... Сколько лет коллективу? — Десять. — Десять лет уже. Ну вот как раз тот самый этап, когда уже действительно только прыжок вверх остался, никуда больше. Назывались ВСС-20? — Давно, да. — А Ольга Дзусова и группа СС-20? — Вот и поэтому мы поменялись. — Вот именно поэтому поменяли название, да? То есть узнали о том, что есть... Понятно. Именно к этому я и вел, потому что невозможно, мне кажется, было не знать, потому что Дзусова певица достаточно известная, и СС-20 коллектив мощный. — Да, а мы просто приехали как-то один раз в Вэр-клуб давно-давно играть. — Афиша СС-20. — Вау, это мы играем. — И всё, да, значит, у нас названий уже нет, мы поняли. — Ну, в общем, Третий Рим на самом деле звучит, я бы сказал, так монументально. — Ну, потому что хотелось самое лучшее, то, что есть в нас, назвать именно так. — Это самое лучшее? — Ну, то, что мы занимаемся музыкой, да, занимаемся тем, что мы любим. — Ну, понятно. Ребятам огромный привет от Зверобоев. Отличное звучание, молодцы. — Привет. — Это пишет Сергей Ичменёв. Понятно, да? — Да. — Вы дружите, я так понимаю. — Да, мы играли несколько концертов вместе. — Замечательно. Надо сказать спасибо Михаилу Шкаренкову, звукорежиссёру программы «Живые» за тот звук, который слышит сейчас аудитория. Вот Ичменёв не может, естественно, слышит плохо, пишет, что всё шикарно, звучит отлично. А вот, а Сергей Ичменёв, помимо того, что директор группы Зверобоев, он технический директор радиостанции «Свое радио», на самом деле. — Да, я не знаю, что он сегодня не забежал, Серёга-то, и что-то как-то обещал вроде как. — Ну, надо разобраться, конечно. — Да, это потом вы уже между собой разберетесь, как-то он не зашёл сегодня. Что такое, не понимаю. Слушаю группу с 2011 года, ещё ни разу не пожалел, писает Дмитрий Губан. Вот мне интересно, как это может быть. Слушаю группу столько лет, вот однажды пожалел, конечно, а так, в принципе, нет. Так, в принципе, ни разу не пожалел. Два альбома, я так понимаю, у вас, да? Ну, ты принёс мне два. — Нет, так у нас четыре. — Четыре, да? — Да, просто мы, как бы, знаете, как, росли-росли в аранжировках. Помогал нам вот звукорежиссёр Николай Виндржанович, мы у него писали и над звуком работали. И вот эти последние две работы, мы как бы ими гордимся. Поэтому мы вам их принесли. — А, то есть именно эти две? — Да, а просто тех и нет уже, дисков. — То есть те два альбома были пробные, репетиционные? — Ну да, но у нас, как бы, мы с CD-максимумом издавали один. И у нас, как бы, нет прав на него, чтобы его печатать ещё раз. — А, вот как. — Поэтому у нас нет дисков, да. — То есть музыканты не имеют права себе диск напевать? Это вообще обалдеть. — Ну, такие дела. — Значит, группа называется «О другой стороне», я так понимаю, да? — Да, это 13-й год, да. — 13-й год. Ну, я так подниму, может быть, в картинке вы как-то там разглядите, как это выглядит. А более яркий и такой красочный внешний вид у альбома «Вначале» называется альбом. «Вначале» я перевернул обложку, в смысле упаковку, подумал, там есть трек-лист, нету трек-листа. — Он внутри, мы так типа придумали. — Я понимаю, да, я понимаю, внутри хотелось как-то... Я не вскрывал же ещё пока, надо вскрыть, посмотреть, что там внутри. Люди уже хотят диски, уже спрашивают, где можно купить. Кстати, где они продаются? — Пожалуйста, звоните нам, мы всем подарим. — А, то есть вот так вот? — Кому-то продадим, кому-то подарим. — Вот Андрей Архипов, можно ему, наверное, подарить. Он очень много покупает дисков, музыкантов хороших. Очень много, он прям поддерживает музыкантов. Запомнишь, Андрей Архипов, если вдруг позвонит... — Конечно. — Неожиданно. — Контакты все есть, пожалуйста, звоните. — Вот, и тогда, наверное, ему можно... Он сразу начал кричать после первой же песни. «Вау, хочу диск, хочу диск, хочу диск». Его поддержало несколько человек уже, я тебе скажу, да. Народ прям хочет-хочет. Вот он сейчас пишет. «Слушайте, я ведь, я правда, я без шуток и без... И хочу диск, парни очень профессионально, вкусно играют. Текст на ура, саунд улёт, и вообще... Ну, в общем и целом, отвал башки. Мне нравится, я такое люблю». — Пожалуйста, мы по почте пришлём хоть два, хоть... — После этих слов теперь ты готов. Вы по почте прислали уже. — Да, а мы пришла им по почте. — Я понял, понял. Сейчас я прочитаю что-нибудь ещё, ты скажешь, я лично приеду, отдам после следующего сообщения. Я так понимаю. Вот Илья Усова пишет, я тоже хочу диск очень... И осенью куплю, если ничего не поменяется, и они к нам приедут на Беломоры. А вот что касаемо всяких разных действительно выступлений в Нем, а вы часто выступаете? — Вот сейчас вот у нас друг, выполняющий обязанности директора, но я, правда, не могу называть его директором, потому что это сразу рамки какие-то. Он наш друг и тоже верит в то, что вот Саша Титов с нами сидит. И он сейчас активно занимается концертной, чтобы у нас было их побольше. И сейчас летом у нас неплохо, у нас много концертов. — А фестивали? — Ну вот не знаю, один будет концерт, фестиваль, который на северо-западе, это фестиваль северо-запад, да, где вот Черный Обелиск, как раз мы с ними там будем играть. — Хорошая компашка? — Да. — Хорошая компашка. — Но они всячески стараются помогать нам. — Супер. Ну, я в свое время вывел эту теорию, я ее и подчеркну еще раз. Группа для того, чтобы действительно взлет уже получить серьезный, лет 10 надо отпахать. Вот как раз вы 10 лет уже отработали. Теперь, мне кажется, как раз тот самый момент, когда лёг, извините за слово, пиночек, и все, и вас будет уже узнавать страна, просто по звучанию. А для того, чтобы это происходило более очевидно, в общем, вы сегодня здесь играете. Значит, Иван Чугунов. — Друг наш, да. — Вот, вижу, потому что пишет он вот, что «Третий Рим очень рад за вас. Новые песни отличные. Серега в форме. Звук в студии очень хороший. И, наконец, Диму расслышал». — Он сейчас на репетиции. — Я же говорю, что Диме неудобно просто. Опустите клавиши ниже. — И не опускайте. — Ну что, давайте дальше. Что за песни были следующие? — Вы знаете, вот дальше мы ещё новую решили. — Опять новую? — Опять. — Хорошо. — И эта новая песня, она без названия, но как бы у нас есть рабочее название «Либо торжественная, либо филичета». — Слушай, какой разлёт. Либо торжественная, либо филичета. — Она в треволе, потому что. — Я понимаю, да. Либо киселя, либо водочки. Вот, а давай так. А может быть, мы попросим аудиторию сейчас придумать название. — Давай конкурс проведём. — Это очень интересно. — Вот вы сейчас, друзья мои, вы слушаете эту песню. У неё названий два пока черновых. Одно филичета. — Ну это же филичета. — Да. Ну не буду. Ладно, не буду разыгрывать эту историю. В общем, как вам кажется, как должна или как могла бы называться эта песня? За самый лучший результат, какой-то лучший вариант. Может быть, и диск подарил. — И диск подарил. — О, вот вариант. Андрей Архипов, у вас есть шанс. Думайте. Как всегда, живой звук. Программа «Живые». Здесь сегодня Третий Рим. Поехали. Полон день своим числом Склонен бег к любым порывам Только время сожнется взрывом Все сейчас и ничего потом Жаль во всем Есть безгласное сухое чувство воли Время спеша Врезается в сознание Бесболезное любое Нет лица У голосов Есть поток И есть звучание Остается ждать молча Время спеша Время спеша Время спеша Врезается в сознание Бесболезное любое Время спеша Время спеша Врезают мысли В голове Без причин Гоняя В воздух Убеждая Очень просто ждать ничто и быть нигде Жаль во всем, есть бесплатное, сухое чувство боли И мне спеша влезается в сознание бесполезное любое И мне спеша влезается в сознание бесполезное любое С одной из групп, он играет естественно в наушниках Само собой, как и все, да, и играет Но я сижу, слушаю общее звучание Понимаю, что все клево И вдруг я снял наушники по какой-то цели Отойти надо было от места И вдруг слышу какой-то странный звук Я слышу играющие клавиши Ну что это? Поворачиваю голову, оказывается он сам себе подпевает Потому что понимаешь, что этого не слышно Очень мило, очень забавно А кстати, народ стал уже название предлагать Почему бы не назвать песню «Ждать молчание»? Ну, к примеру, это как вариант Или вот такое название «Чувство воли» Вот само по себе словосочетание Невероятное, чувство воли Сила духа, я понимаю, да? Сила воли, а чувство воли Здесь не о чувстве воли А о том, что оно безгласное, сухое Песня «Молчание» Юлия Усова предлагает Песня «Молчание», например «Чувство воли» Чувство воли, чувство воли Ну, народ начал играться в эту историю Почему нет? Кстати, друзья мои, у вас есть еще полно времени Полно, пишите, придумывайте Если вы песню услышали Как-то ассоциативный ряд себе выстроили Милости прошу Парни послушают Название почитают Потом глядишь А может и понравится Да, может и сойдетесь в мысли Водопад света Столб радости Ждать Смысл здесь как-то так я бы назвал Очень здорово Повторите песню Нормальное название Столб Почему-то с буквой «П» в конце Столб радости Мегавзрыв Пишет Илья Тинников Время любви Креативит В общем, креативки Креативки пока что А мы поболтаем Я так понимаю, город Ожерелье Это город Каширский район Да? Подмосковье Да Да От Павелевского вокзала Два часа То есть вы все оттуда Мы, да Вот Димка чуть подальше Он с Серебряной пруды То есть все, так сказать Замка Примерно Замка Все замка То есть вы себя позиционируете Как группа Московской области Или как Московская группа Как вы себе подаете Вот, например, вы едете куда-нибудь Ладно, на концерт В тур, подожди На концерт Давайте концерт Вы пишете как Группа Третья Рим, Москва Мы пишем Ожерелье Пишите Ожерелье? А так неожиданнее, правильно? Что это за Ожерелье? Народ начинает Чесать репу Что за город такое Из Ожерелье? Вообще откуда он Этот город такой взял? Клево, молодцы Вот это, мне кажется Очень хорошо Нет, правда Это здорово Ну это корень наш Как же мы должны его Корень? Конечно Мы же любим свой город Правда? Конечно А вы в городе единственный? Ну, были разные группы В свое время Мы учились Город-то большой? Нет То есть 30? Да нет 15? Но мы в основном Как бы и Ожерелье Каширо Все как-то это вместе Там все рядышком Вот И Ну мы просто Как бы все же песни Оттуда растут Вот И поэтому Они именно Если даже кому-то Вдруг нравится То они нравятся Именно поэтому Потому что они Ожерельевские песни Мы поем По-ожерельевски А как это петь Ожерельевски? Вот ты Не-не-не Секундочку Ты учился вокалу Когда-нибудь? Я учился Спасибо Одному человеку Андрею Причем, кстати Могу рассказать Этуру Я хотел Ну как бы Тисситуру Расширить И Ну хотел Чтобы рамки Как-то Разбить свои Ну что Три октавы мало Надо восемь Да Вот И я приехал В магазин У вас есть Возлецу Маэстро У вас есть Да В Москве В Москве Вот И Там человек Просто И у меня проблем Была И там был У меня знакомый Я говорю Блин, ну надо мне Как-то научиться Что-то мне нужно делать Так вон Андрюха Иди подойди К нему Он сейчас Ну ты чего И все Я к нему подошел И все И так и занимался То есть он учил Бесплатно? Ну я платил Какие-то деньги На пиво Буквально Копейки Человек Чемпали прошел Очень много И группа У них была Тоже какая-то Известна Он в Казахстане Там Да И он Многое мне дал Потом я стал Сам уже снимать Смотреть Хороших вокалистов Учиться Ну снимать Снимать А ведь надо Дыхание оставить Ну да Дыхание Ну так звук Вот именно Тембральный Там да Смотреть Вот кто-то говорит На носковый Похож Да Мы слушаем Разные Вот У нас сейчас Юрка Он как Дизжаке У нас Он допустим Все то что он Приносит То я и слушаю Я тоже мал В музыке Слушаю А он у нас Музыкальный парень Самый музыкальный парень В коллективе Барабанщик Ну нормально Да Самый музыкальный Нормально Нормально И кстати Очень здорово И не только я Это подметил Даша написала Что ребята Любят свой город И не стесняются Этого Это очень круто Правда Еще есть один Один момент Очень Нередко замечал Уже люди живущие В области Они про Москву Говорят Это у вас А вот у нас Нет Мы тоже любим Москву Нет Я же не об этом Это лишний раз Подчеркивает Что вы четко Разграничиваете Все таки Москва И область Вот и себя Это круто На самом деле здорово Многие любят Примазаться Я почему и спросил С самого начала Вы как себя позиционируете А вы не примазываетесь Вы живете Своей жизнью Вы живете своим городом Вы живете тем Что собственно Вас там каким-то образом Цепляет Сейчас вы отыграете И туда Вы жерели Ну мы Останемся у человека Ночевать У вас останете У нас останете У человека Ну я в том смысле Что в Москве Хорошо Преодоление черной дыры Это как название Для песни Очень космическая вещь Мечта Путь в никуда Вот тебе варианты Пожалуйста Можно будет походу Потом почитывать Время от времени Если у людей Будут рождаться идеи Если что-то понравится Глядишь Зацепимся Может и так и назовете песню Почему нет Ну да Может хорошо Очень приятно Сегодня помимо новых песен Вы так понимаю Ребятки Вы пьете еще что-то Из этих альбомов Да С последнего скорее всего И одну песню Из черно-белого Просто хочется Это тоже узнать Понять Услышать Люди-то уже как-то Теперь на альбом Ориентированы Называется О другой стороне И в начале Эти два альбома Наверняка уже полезли Погуглили Нашли Сейчас будем Да Играть именно с них И что будет Следующим номером А следующим номером Будет песня Торопиться дышать Правильно Это первая песня С альбомом в начале Да Как я быстро смотрю Почти как компьютер Ну что Как всегда Живой звук В программе живые Здесь сегодня Третий Рим Я так с радостью С придыханием скажу Город ожерелья Погнали Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Не простанет Крути печаль В краю Где горит Лето Время плавно Ленивое слово Пока Север Спит Где-то У реки Провожая Ветер Глуждали Меняя Сроки Этот сон Так Высок И светел В незрячем Сухом Потоке Каждый День Везде И всюду Будь Со мной Пока Я буду Торопиться Задышать Торопиться Вокруг Необъяснь Весь Объезд Страданий Раз Тотой Разведет И Круг Задышать И земля Словно гордость Суха День Угоразд Здесь Случится Обратая Корою Греха Моей жизни Спешащей Скрыться Пусть Со мной Пока Я буду Торопиться Дышать Торопиться Вокруг Необъяснь Весь Фу Это точка В конце Песни Справился Я так понимаю Дарами Дотягиваешь Вот это Давай Никому Не говори Никому Не говори Этого Никто Не слышал Это я Андрюхи Не надо Никто Никоим Образом Значит Смотри Какая Интересная Штука Я уж Не знаю Были Когда Нибудь Подобные Сравнения Но Когда Я Это Прочитал Слегка Пока Это Пел Я Слегка Так Это В Креслице Поджался По уровню Внимание По уровню Воздействия Группы На мою Психику Я бы Сравнил Ее С Пинг Флойд При Первом Прослушивании Этих Мастодонтов У меня Был Такой Ж Культурный Шок Это Очень Большая Похвала Я Даже Не готов Только Не плачь Подождите Я чувствую Что у тебя Сейчас Это Как-то Неожиданно Сентиментальные Нотки Потому Что Мне Так Ж Гилмор Поражает Все-таки Гилмора Люблю Вот Понял Я Понял Я Да Тоже Зря Сказал Сейчас Начнут Сравнивать Ну Я Неплохое Сравнение Не Пусть Ради Бога Если Так То Да Но Приятно Черт возьми Когда Такие Вещи Происходят И Радостно От того Что Аудитория Цепляется За вашу Музыку И Уже Уже Считай Уже Стали Вашими Поклонниками Вот Привет Наташа Ясенева Привет Натах Кто-то Из своих Своих Это тоже Друг Который Помогает Нам Во многом Спасибо Ей большое Вот Сейчас Кстати В метро У нас В Москве Сейчас В метро Абсолютно Нормальный Вай-фай Совершенно Доступный Интернет И поэтому Радио Можно слушать Действительно И в подземелье Совершенно Спокойно Без Каких Либо Проблем Если Так Посмотреть Честно Историю Которая Ваша С одной стороны Я прекрасно Понимаю Что с таким Вокалом И собственно С такими Текстами Я все-таки Ближе к стихам Потому что Тексты текстами Но здесь Все в порядке Не петь Было бы глупо И несправедливо Но Ведь надо же Понимать Что Та музыка Которой Вы занимаетесь И которая Пропагандирует Радиостанция Свою радио Это малокоммерческая Музыка Это не попса Это не тот случай Когда Что называется Вышел Получил Гонорар И ушел Пробиваться Пробиваться И пробиваться Так вот Этим заниматься Для ребят Из Подмосковья Для ребят Из небольшого города Ожерелье Красивая черта Зима название Правда Приятно произносить Язык так приятно Перекатывается Ожерелье Я без юма Я без иронии Это же путь Нелегкий Непростой Это же надо Как-то работать Где-то Для того Чтобы жить На что-то Кто из вас Где работает Расскажите Кто чем занимается Скажу фразы Из фильма Аса Я работаю Машинистом В котель Серьезно То есть ты Тепло даешь В дома А летом Чем занимаешься В таком случае А летом Сегодня я в день Кстати За меня напарник Работает А сейчас А ну да Горячая вода В домах же тоже есть А мы отапливаем Локомотивное депо А еще и так даже Круто А Юрий Работает в самом Локомотивном депо Кем Юра Расскажи Ну я работаю Мулером В локомотивном депо Да Ну вообще слесарь Но это не важно А внешне Такой интеллигентный Молодой человек Да шучу я Перестань Сразу в такое Напряжение возник Нет Клево Клево Это сознательно Чтобы просто Иметь возможность Заниматься музыкой Да Чтобы какие-то деньги Были Работа рядом Репетиция тоже рядом Клево То есть вы На музыкальный Алтарь Практически кладете Все сейчас Что можно Да А образование какое У меня высшее Ну какое Кто ты Энергетик То есть тебе надо На его месте Работать получается А ты маляром пошел А я Программист-экономист Программист-экономист Да Спасибо супруге Что за меня отучилось Не понял Ну потому что я репетировал А она диплом сдавала За меня и за себя Боже мой Какая прелесть А теперь ты что за нее делаешь В ответ Просто люблю Ну любить это уже непросто Это уже 90% успеха И счастья И счастья Давай Рассказывай кто ты Кто ты Инженер Чего Инженер Все Инженер всего Нет ну В какой области В какой сфере В двигателестроении А что за двигатели Которые строите Ну истребители там всякие Ну фигня всяческая Кстати у вас здесь работает В Москве Ага То есть Ну приходится ездить Да на репетиции Каждую неделю Но ты катаешься в ожерелье На репетиции Да Отсюда Из Москвы В ума лишенный Да Не скоро уедет В ума Скоро уедет Не не Круто Слушай Я смотрю на тебя И понимаю что это круто Действительно Это вот так вот Мотаться туда периодически Ради того чтобы играть с ребятами Да Супер Умница Здорово А самолеты современные Двигатели там Ну да Ну не те которые Уже ушли на покой А вот реальные Новое поколение да Слушай интересная тема Ну правда секретная Да нельзя же об этом говорить Никак Но потом там В кулуарах расскажешь Ладно Я никому не расскажу Я никому не расскажу Миш Миш Расскажи пожалуйста Сейчас я еще буду Уявляться дальше Мне кажется Так Я работаю связистом Ну вот на тебе Связистом в каком смысле Ну на железной дороге То есть Связываю Железнодорожник С поездами Подожди Это Я не А ну скажи что нибудь Скажи первый первый Я второй Один два три проверка Нифига Там обычно женские голоса Ну да Поезд приходит На второй путь Третьего первого Это вот это твоя работа что ли Нет Нет А что значит связист Ну радиосвязь Я ничего в этом не понимаю А какая может быть радиосвязь В локомотиве Сидит у себя в этом В локомотиве Машинист Да Ему тю-тю И ты говоришь Первый первый И свяжись со вторым Или что А сотовой связи У них телефонов нет что ли Зачем им вот этого фигня Как нет Ну так вот Что им запрещают Носить сотовые телефоны Менее надежно Ах вон а ну как То есть как по военному Все у вас Супер То есть вы так Кроме я смотрю клавишника Все остальные Вокруг депо Вокруг депо Мы уже рельски Как бы да Понимаете там как бы Железнодорожный узел Сначала был большой А потом город построили То есть поэтому Практически градообразующие Получается предприятие Это железная дорога Да Да вот станция И депо локомотив Круто Слушайте здорово И это еще раз Между прочим Подчеркивает Вашу удивительную тягу К музыке Это здорово Потрясающе Я лично сегодня Почти в шоке Почти в культурном Знаете Кстати Ничего же ведь Не изменилось С тех лет С каких стих С тех Когда мы слушали Мамоновых Цоев И всех Вот этих Ничего не изменилось Ну Камчатка Как была так и есть Ты об этом Нет я Да Да В принципе да Камчатка она была И она и будет Для хорошей музыки Для хороших людей Самое лучшее место Камчат Эффект борьбы должен быть Если не будет То Будет все плоско Немножко В текстах Согласен С этим не могу не согласиться Давайте дальше Что это будет за песня А следующая песня Из черно-белого альбома Так подожди секундочку Эта песня Эта песня называется О другой стороне Это шестая песня Шестой трек альбома Сориентировался Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня Третий Рим Поехали ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ветрам в поле Одинокий и медленный шаг Моих мыслей забудших во снах Кто мне скажет Сколько биться в бессмысленном сне До мечте о другой стороне Жалких слов Ждет свое молчание Веру в жизнь Ждет скупая смерть Лишь в пустоте Шепчет подсознание Там, где ждут Нет лишних слов Где не поймут Пустых основ Где тишина Рождает свет Где каждый стих Невзримого Портре Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Тёмным взглядом Убегать от того, что люблю Все мечты приближая к нулю Только и надо Дать услышать себе в этом Слов души На другой стороне Жалких слов Ждет свое молчание Веру в жизнь Ждет скупая смерть Лишь в пустоте Шепчет подсознание Там, где ждут Нет лишних слов Где не поймут Пустых основ Где тишина Рождает свет Где каждый стих Незримого Субтитры создавал DimaTorzok 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 Потому что Мы любим географию Когда-то Какое-то время тому назад Ну, может быть, год-полтора Может, чуть больше Люди дико удивлялись Когда в программе «Живые» Появлялись музыканты Из таких далеких районов Из таких далеких уголков Страны И не только страны А теперь уже так попривыкли И уже, в общем, аудитория Своего радио точно знает Что музыка есть не только В Москве, Питере И, скажем, Свердлосу Ну, Екатеринбурге теперь уже Она есть по всей стране И огромное количество Классных музыкантов Реально живет и творит В таких маленьких, наверное Совершенно необычных И, может быть, даже малозаметных На картах городах И это здорово Это здорово Тут просят рассказать Про клавиши Ну, имеется в виду Про инструменты Человек тоже клавишник Вот интересуется Что за аппарат еще такой Сверху Норд Лид 2Х Такой неплохой Ну да, ничего И Олесь с микрон Тоже очень интересный аппарат То есть, подожди Один из них медиаклавиатор Или полный Они полные Обе полные Обе полные А почему тогда так? Я понимаю, что два Для того, чтобы был разный звук И можно было извлекать Совершенно разные Разные звучания Скажем, один из них Не способен на то, что У нас способен другой Как я понимаю Ну, в принципе, да А эти звуки Разные управления Разные звучания Понимаю Ну, вот, допустим Ты, когда игры себя выбирал Ну, решал О чем ты будешь играть Ты же должен был От что-то отталкиваться Как ты нашел Сначала был Олесь с именем Ну, просто попался Вообще, эта история такая долгая Что там было А ты коротко Ты коротко Ты сокращенный Ты перескакиваешь чуть-чуть Был корк Там есть в нем все Пианино Скрики Там все такое Потом как-то решил Другое звучание Найти Вот мы с ребятами решили Я к ним год назад Пришел только А как ты нашел это звучание? Скажи Ты же не мог ходить по магазинам И везде пробовать Ну, это было спонтанно как-то Я посмотрел Узнал такой Думаю, аппарат классный Надо брать На нем есть какие-то Совершенно необычные звуки Вот просто Ты на чеке Что-то там издавал Ну, просто какие-то Совершенно нереальные Полукосмические Покажи какой-нибудь Такой космический звучок С низом Я помню Такой какой-то был Нижний-нижний регистр И почти космический звук Очень красивый Необычный Да Хороший Вот ради этого звука Можно было покупать Тайну третьей планеты На самом деле Понятно Ну, я думаю, что человек Который задавал этот вопрос Он, в принципе, удовлетворен Потому как ты название произнес Инструментов А человек клавишник Значит, он понимает О чем речь Ну, может ВКонтакте писать Я там все расскажу Какие-то открытые Прям-то все Даже никаких секретов не будет Все расскажешь Потрясающе Ну, в общем, я думаю, что Это клавиши бесподобные Пишет Илья Деников А где в ближайшее время Можно послушать вживую Аркадий Огородников Концерты когда у вас? Хотел, чтобы Сашка об этом говорил Иди Иди говори Саш, ну скажи, пожалуйста Ну, что ты как Как маленький Пожалуйста, ну-ка иди Иди давай Вот, к Димке подойди Да, конечно Потому что он как бы Более компетентен в этом Давай-давай А, ну в последнее время Мы с ребятами Достаточно много Концертов как бы Выбили, можно так сказать Из организаторов, да Так Выбили И ближайший, в принципе Будет уже завтра То А чего ж молчал-то? Спросили, я рассказываю Ну, а хотел Не, это отказывался Не хотел идти Где в такое время? А, ну завтра ребята Выступают на байк-фестивале Мото-мечта Он будет проходить В Ступинском районе Собственно, соседний С Каширским районом Но все, кто рядышком Могут туда Все, кто рядышком Да, в принципе Это всего лишь Каких-то 90 километров Москвы Да, в общем Для нас это не расстояние Так Вот Поэтому Можно приехать туда Потом Следующий у нас Фестиваль А, нет 20-го мы в Ступино Выступаем В акустическом таком варианте Да Ребята играют в клубе В местном Бар Пятница То есть все Ступинцы Приглашаем вас На этот концерт Вот Следующий у нас Северо-запад Это Шаховской район Деревня Елизарова Да, Шаховской район Там ребята будут играть Вместе с Черным Обелиском Собственно Спасибо им Они нас Всегда поддерживают А дальше уже Карелия, да? В июле Да, в июле Едем в Карелию В Петрозаводск Зачем? Нас пригласили Очень хотели услышать Куда? Петрозаводск Это будет Где это? Петрозаводск Это Карелия Столица Да А что вы там делать-то будете? Играть Играть тоже на фестивале Как он называется? Вот, к сожалению, не помню Но Вы можете зайти в группу ВКонтакте И посмотреть 11 июля Это не воздух? Нет, нет Не воздух, нет Там еще какой-то есть фестиваль А для меня вот это откровение Байк-фестиваль Там вот группа Декабрь будет Федлайнером Во как А раз они будут Значит и аппаратура там будет нормальная Мы поэтому едем А, вы корыстные Ну, хоть сыграть нормально Я понимаю Ну, в принципе, в любом случае Вы можете зайти Всегда в сообщество наше ВКонтакте И посмотреть Хорошо Хорошо, если сообщество ведется Если там все пишется Мы следим за этим Окей Значит, заинтересовавшись То в любом случае Туда заглянуть Чтобы увидеть Когда и где вы играете Ну что, надо закрыть час чем-нибудь Потом на паузку уйдем Что это будет? Давайте закроем час Чем? Песни, которая называется Поэты Поэты? Смотри как Ты так Сейчас вот Я так понимаю Серьезное что-то будет Да Полотно сейчас будет звучать Ну, нет Потому что Ну, а поэтах всегда поют Какие-то очень Возвышенные песни Возвышенные, да Хорошо Хорошо Группа Третья Лин здесь сегодня Как всегда, живой звук В программе живые Погнали Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Беспробудное, безответное, одиночество, серый взгляд Формы дальнего, запредельного, дарят мысли, о которых молчат Беспробудное, безответное, одиночество, серый взгляд Формы дальнего, запредельного, дарят мысли, о которых молчат Чьё встречать о чужом сегодня, и тесно завтра, больно вчера Жизнь в пространстве, забросит духа, пытаясь выжить, растут слова Благодаря! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но есть он ещё чуточку времени до конца этого часа, поэтому Я позволю себе закончить этот час перед перерывом Одним сообщением, на мой взгляд, точно характеризующим Чувства и эмоции многих людей Меня кто-то как-то упрекнул за излишество моих эмоций Ну вот не могу я сидеть спокойно и просто смотреть, слушать Когда вот такая красота играет из колонок Улётно же! Здорово же! Да, я понимаю, что становлюсь похож на ребёнка, брызгающего Слюнями от радости и готового вопить на весь мир, как ему кайфово А мне сейчас кайфово! Спасибо группе за их творчество, которая сносит голову, низкий поклон, и это реально от всей души Я думаю, что хотя бы ради этих слов стоило сегодня прийти в программу «Живые» Я надеюсь, эти эмоции сегодня передадутся всей той аудитории, которая слушает программу Теперь мы прервёмся, минуточек на пять Побудьте пока без Ну что, давайте двинемся дальше Напомню, сегодня в программе «Живые» на своём радио Группу «Третий Рим» Прочитая одно сообщение, судя по всему, ну не судя по всему, абсолютно точно я понимаю, что это кто-то из ваших поклонников С Стрелков, нет, С Стреклов Ну такой ник у человека, латиницей написан, всегда сложный Значит, Сергей, привет, это Степан из группы Марьева Не знаю группы Марьева Так, уже мне кажется, ты сейчас минус, я в карму записал? Ну, я буду знать Хотел узнать по поводу песни «Озеро» Рад вас видеть на своём радио Всё знаю, да Ну вот видишь, вот плюс карму Сравнялся, значит Классная передача, спасибо мужику ведущему А, ну если мужику это как комплементарно, типа мужик То мне приятно Если мужику... То как-то я сейчас, Степан, начинаю нервничать немножко Вот, как-то не хочется мне в эту категорию впадать пока Давайте дальше петь Что это будет? Потому что пауза была большая, и хотелось бы вашей музыки побольше Да Что это будет? Следующая песня у нас была совместно с Дмитрием Борисенковым Вот, и мы её играем, тоже, «Гость» называется Песня написана в 2003 году А сейчас мы её только реализовали Опа, то есть столько времени она лежала на полочке Да А что так? А так вышло, что Юрий, барабанщик, он же у нас музыкальный парень Взял и придумал риф на гитаре Вот, и говорит, что с этим можно сделать? И ты 12 лет думал А я говорю, а у меня есть текст, который может подойти, мне так кажется И так получилось, что он подошёл Подожди секундочку, песня была написана в 2003 году? Да, но она была просто по-другому аранжирована Мы её пару раз, может, играли или что-то ещё, и мне не нравилось Вот, и поэтому вот мы сейчас сделали нормально Ну надо же, а много таких у тебя песен, которые давным-давно написаны, но всё отлёживаются? Есть И когда же они будут реализованы? Несколько есть, да Когда готовишься их реализовать? Одну хотели с оркестром, но пока не получается В смысле с симфоническим? Да, ну мы играли концерты с симфоническим оркестром Вот, и сейчас ещё одну песню готовим, её записали на студии Кстати, вот, кому интересно, поклонникам, не поклонникам Будет скоро клип студийный с оркестром Мы записали, свели Первый клип? Нет, у нас клипов много очень Правда? Кстати, да, мы наладили клипы производства И где всё это можно увидеть? Вконтакте, в группе «Отличные клипы» Антон Хамчишкин, это один из участников нашей команды Человек, который сейчас работает в кино И грамотно всё это делает И плюс Анна, которая монтирует все эти клипы Очень профессионально Я думаю, что у известных групп даже мало таких клипов есть Слушайте, ну, сегодня для меня тоже, опять же, я повторюсь Шок около культурный практически Как же так? И клипов у вас много, реально Вот, надо посмотреть Какие-то из них Я, правда, пока ещё Грешин не видел ни одного Надо посмотреть обязательно Этот пробил Исправить И поёте вы даже симфоническим оркестром И песни, действительно, толковые, хитовые Хорошие, интересные песни А такой какой-то более-менее известности нету Но это неправильно Ну, может быть, да Может быть, вы просто себя не пиарите когда-то, как положено Ну, мы стараемся, как можем Но мы не то, что, как сказать, пиарить, не пиарить Но мы играем концерты, мы стараемся играть хорошо А я ещё как-то, знаете, как Думаю, что не я должен в первую очередь переживать По поводу того, что кто-то не слышит наши песни Вот, мне кажется Публика тоже должна быть заинтересована и искать хорошую музыку Мне так кажется Потому что поиск сейчас практически убит Вот, и хотелось бы, чтобы всё-таки люди Занимались этим поиском Тут ты прав, на самом деле Именно потому в своё время мы и задумывали Создать радиостанцию под названием «Своё радио» Чтобы этот поиск был как-то уравновешен у людей Чтобы люди могли понимать Интернет сейчас переполнен, возможно Даже с излишком, слишком переполнен Всякой информацией Люди какое-то время ищут, ищут Потом плюют, сколько ж можно А мы как-то систематизируем эту историю Возможно, как раз это тот самый случай Давайте петь Давайте Гость Гость, окей Как всегда, живой звук В программе «Живые» Здесь сегодня третье им Поехали Поехали Выжидые нервы трудных людей Я ужасная картина сплошных неудобств Вверх слаб набеждают стены, вверх на грудь Ищутые с презрений большинство пожитей Светка, тонненько, пень, бон, зима за окном И нож, швыряя пальто на согнутый хвост Ощущая пустоты за накрытым столом Я доволю себе Я всегда лишь гость Долгие причины духовных мемей Между спящих домов и густых изобилий Так слагаются гимны событий Бесконечную глупость в фамилии Я никогда не прошу Бедовому уму Этих движений и мыслей Безумный обряд Я в серых осло в ледных реках дону И так манит свобода Огромный взгляд Не найти высоту между действием и тел Где причина жива Там не выжить любви Без желания рваться А скучный предел бытия Выбывать В замерзшей земли И эта вечная борьба За добро За мечту Только множит пути Безразличную лень И настигшая завтра Спешит в пустоту Я устал от себя Мне пора уйти в тень ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты забыл сказать концепт Я знаю, что у тебя Есть такой прихват Третий Рим здесь сегодня С радостью знакомим вас С этим коллективом Если до сих пор не знали эту группу Но вот есть те, кто в курсе И те, кто Частично знает творчество Кто-то более подробно Вот, например, Юлиусова пишет Вот что Это в группе ВКонтакте Почему-то у меня складывалось впечатление Что Третий Рим Это вполне такая метальная группа Может быть, из-за песни Гость Другое что-то слышала урывками Оказывается, Третий Рим Это намного интереснее И восхитительнее Вот с точки зрения Юлиусовой Метальная группа Это не так восхитительно Как то, что делает группа Третий Анастасия Кулага, например, пишет Вот моя огромная благодарность живым Что дали возможность услышать И увидеть такую вот вживую группу Давно ждала и надеялась Жалко только что Целый час программы пришлось пропустить Ну, ничего, наверстайте Я думаю, что можно будет Потом же в любом случае Мы подкасты выкладываем Можно все будет в повторах посмотреть И видео в повторе И в архиве, соответственно, и аудио тоже Вот что хочу сказать По поводу поиска хороших музык И музыкантов Андрей пишет Это нереально взять И переслушать весь инет Вот свое это Делает свое черненькое дело В кавычках Привносит в нашу уши Действительно хорошую музыку И, знаете, ощущаешь себя На золотом прииске В роли золотого копателя Ну, в общем, да Я, в принципе, так и подозревал И поэтому мы занимаемся Как раз мы занимаемся За нашу аудиторию тем Что ищем Выкапываем Достаем Из широких штанин И из тех самых дебрей Непонятно откуда Взявшихся, казалось бы Значит, все же От гостя сердцебиение Это учащается Пишет Аудитория очень широкая Реально Это не только Россия, матушка Это и Украина И Белоруссия И Казахстан И масса других стран Зарубежных Где живут русскоязычные люди Периодически Они откликаются Отзываются Говорят спасибо за музыку И это здорово Потому как Хорошей музыки в России На самом деле много Но еще там Год-полтора Два назад Об этом мало знали Ну, просто не хотели Кстати, что касается Хотели-не хотели Вот что, по-твоему, такое Творилось Может быть, творится С мужикой России И вот как ты видишь Музыкальный ряд И, скажем так Музыкальное развитие российское Хорошо ли у нас все Или не очень Не очень, конечно Вот Не хотелось бы, конечно Конкретно так жестко Как-то высказываться Да Вот Но, в принципе Мы песни-то и поем Потому что нас не устраивает То, что мы слышим А А если бы устраивал Ты бы не пил А может быть Не сподвигнул ничего Вот Допустим Если мне нравились Какие-то исполнители Да, там Старик Старик Хороший Где там И с поэзией все хорошо С текстами Вот А не хватало музыки Вот И мы, как бы Слушаем, конечно Хорошую западную музыку Учимся у них Да Вот Стараемся расти Развиваться Искать какое-то собственное лицо И накладывать То есть на ту основу Которая была дана До нас Накладывать Именно музыкальную составляющую То, чего не хватало Вот Сейчас, конечно, много групп Которые играют качественно И хорошо Вот Но я мало слышу хороших песен Если честно Ну, может быть Ты просто мало интересуешься Ну, не то, что Мы Да Может быть Мы просто западных много слушаем Вот То, что Юра приносит Вот Ну В принципе Мы Как бы Смотрим на группы Именно с которыми выступаем Вот ездим на фестиваль Слушаем Так же Интереснее даже И познакомиться Можно и понять Я хочу вам посоветовать Дать одну рекомендацию Я думаю, что Вы оживили с интернетом Все в порядке Слушайте эфир своего радио И это сейчас Не в качестве пиара говорю А в качестве поиска Интересного Потому что Даже то англоязычное Что звучит Это исключительно Российские музыканты Нет ни одного Зарубежного исполнителя В эфире своего радио Это все свое Украинские Белорусские и славяне Одним словом Я даже знаю Многих Ну не многих Некоторое количество Американских музыкантов Которые побывали К примеру На Выставку Музыка Москва Этот фестиваль Чудный совершенно Когда они Видя на сцене Группы Российские Задавали мне вопрос Это Раша? Я отвечал Ездим Вау То есть даже Носители языка Иногда не понимают Что это перед ними Российская группа Между прочим И об этом тоже нужно знать Мы пытаемся Это продвигать в массы Мы пытаемся это Объяснять И рассказывать об этом И очень хорошо Что аудитория Уже наконец Как-то Это стало понимать И осознавать Слава Богу Мне кажется Все-таки с музыкой В России Стало гораздо лучше Последние годы Вот вы сейчас говорили Про то что Систематизировать Да что поиск Это конечно Ну да Нужно систематизировать Для того чтобы Человек знал Хотя бы где ему Чего-то там искать Раньше конечно Да Мы вот ездили На горбушку Там допустим 2001 года Ты еще на На горбушку Да К вам на горбушку Ездили И мы не знали Что конкретно Да брать Ну вот Хочу там Чтоб гитара поливала И пел круто Ну на вот это Послушай Ну и слушай Потом что-то не очень Ездишь Так вот у нас Пачки этих дисков Анализировали Смотрели что Что Поэтому плюнул Надоело Сал сам поливать На гитаре И вокалом Хорошим заниматься Все И вот уравновешивает Теперь сам себе Диски пишу Слушаю И получаю От этого удовольствия Денис Журавлев Написал вот что Приветствую всех Вот оно что Пишет он А я думаю Почему это мой друг Когда уехал Из нашего областного города Лет пять назад И резко переименовался Из третьего Рима В The Sodrom Оказывается Такая эта команда Давно есть Классная Колотилова Молодцы Понятно Оказывается Была еще одна группа Которая теперь переименована В англоязычную версию А вы не знали А вы не знали Вот так И благодаря вам Люди переименовались Ты понимаешь Ну круто как Вот теперь ты должен Чувствовать себя гордо Человек узнал о том Что есть такая группа в России И переименовал Своих коллеги Значит Надо петь Пора Что-то такое А следующая у нас Новая песня будет Хорошо Называется она Героя не будет Не будет Как-то очень пессимистично Ну не то что Там не совсем пессимистично Пессимистично Там все хорошо Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня Третий Рим Поехали Да потом Скорее навсегда Не нужно Не лежать Всем делам И мыслям Что зову От времени бежать Только тело До тела Глядела Лихо До дна А там Дорога Одна Кто пришел сюда Считать шаги Без правды Вица В рамках лести Знать Большая печаль Развищет нас В самом На лучшем месте До утра Ни словами Ни шагов Все как всегда Горла Нет Героя Закричать Не будет Никогда Только тело До тела Глядела Лихо До дна А там Дорога Одна Эй Кто пришел сюда Шагать шаги Без правды Вица В рамках лести Знать Большая печаль Развищет нас В самом На лучшем месте Кто пришел сюда Считать Считать шаги Без правды Без правды Без правды В рамках лести Знать Большая печаль Развищет нас В самом На лучшем месте Доброе утро Без правды Продолжение следует... ... В рамках лести Закричать Доброе утро Доброе утро Понятно, красиво. Ну, чего сказать. У меня почему-то все время вертится в голове одно и то же слово. Ну, ассоциативно слушая песни, одну за одной. Вот уж почти полтора часа мы в живых с вами играем. То есть вы играете, а мы болтаем. Слово «красиво». Вот я не знаю, почему, но это как такое... Вдруг неожиданно. Красиво. Почему красиво? Что такое красота, по-твоему? Это сложно. Знаю. Почему у тебя я спрашиваю, сам разобраться не могу. Трудно мне говорить на эту тему. Ну, вообще, красота, она, в принципе, та, которая незримая. Мы же пытаемся же говорить на языке немножко незримым, правильно? Безусловно. Метафоричный язык, безусловно. Так. И красоту не так просто посредством музыки или чего-либо еще передать. Будь ты спортсмен или музыкант или художник, неважно. То есть вот именно красоту своей души передать не так-то просто. И если у кого-то отзывается, значит, на правильном пути. Если... Я сейчас... Прости, пожалуйста. Может быть, я тебя не очень верно сформулировал. Я сейчас имел в виду не столько красоту душевную, свою, собственно. Я имею в виду в целом красота. У каждого свое понимание красивого, правда? И я еще, будучи пацаном, совсем юным, я когда-то сделал для себя вывод, что лучше не разговаривать на тему, кто чему нравится, кому. Потому что мои одноклассники, например, реагировали всегда на девочек... Ну, вот чтобы как-то снизу так, и сверху так, чтобы... А я как педофил, ей-богу, все время смотрел на девочек худеньких почему-то. И когда мы пытались спорить с пацанами, с моими друзьями, я говорю, что тут красиво. А представь себе, что с этим будет лет через 30, это же... Это все временно. Это чувак, да, ну ты не понимаешь. Вот я уже тогда понял, что спорить бессмысленно. У каждого свое понимание красоты, которое, ну, каким-то образом, видимо, закладывается в человека. То ли от природы, то ли от родителей. Оно детское, детское, понимаете. Видимо, из детства что-то приходит, да, действительно. Но вот у тебя, для тебя красота, это что? Что-то детское, непритворное. Вот то, что мы можем во взрослой жизни реализовать, то, что мы сможем не задушить. Помните, как Башлачев говорил? Я как дышу и душу не душу. Понимаете? То есть это как бы, да, это очень важные вещи. То есть вот это вот непритворное, то, что во взрослой жизни ты сможешь, как бы, не знаю посредством чего, как вот в каком-то интервью я смотрел, слушал Башлачева, мне понравилось очень, сказал, как же, как же он там, сейчас скажу, скажу. Зачем запутался я. Как же он так сказал, прям очень умно, очень грамотно. Ну, ты хотя бы смысл передай. Смысл. Ну, вот эту фразу он обронил, вот эту вот. И, ну, блин, забыл. Ну, и ладно. Ну, и ладно, да. Просто мы очень много обращали внимания на таких, как он, очень много обращали внимания на таких, как Шевчук. Нам просто нравилось именно действительно, что люди делали по-настоящему, потому что не было никаких там пиаров, там, продюсеров или что-то. Люди просто шли и делали. То есть неважно, да, может быть, они немножечко в музыкальном плане. Ну, в общем, сейчас, что Шевчук сотворил в одиннадцатом году про иначе, я имею в виду, да, это вот просто сумасшедший. Нет, ну, я всегда в этом смысле говорю вот что. В свое время, опять же, если брать Башлачева, он велик, Сашбаш велик. Действительно, это так. Это преклонение, что называется, встать на одно колено и целовать знамя. Это чистая правда. Но в те годы было несколько проще. Я объясню, почему. Потому что тогда и музыки было не так много, и музыкантов было не так много. И не было такого изобилия, ну, скажем так, да. Поэтому, хоть это и не пиарилось, само собой, но оно как раз-то и было популярно среди определенного круга людей, потому что оно как бы запрещалось. То есть все запретное, оно вызывало интерес. Безусловно. Сейчас, мне кажется, даже будучи трижды Башлачевым, вот такого успеха иметь невозможно уже просто. Ну, в наш век это практически нереально. Я уж не знаю, что нужно сделать, чтобы как вы... изгольнуться, чтобы стать вторым Башлачевым. В свое время, когда умер Горшенев, его поклонники всюду писали, будет стена такая, как у Цоя. Я, по-моему, первый, кто сказал в эфире еще, на нашем плане сказал, да не будет ничего такого. Не будет, не то время сейчас. Не те герои, не те кумиры, не то понимание. Нет, конечно, помнить его будут, но чтобы вот так канонизировать, это вряд ли. Цой есть Цой. Но он был тогда первый такой, единственный. Сегодня второй Цой, если появится по всем параметрам, он уже не будет таким. Ну, понятно. Понимаешь, да? Просто мы прекрасно его ценим за то, что именно он попал в эту струю. Именно он. Никто другой. Вот что он делает. Согласен, согласен. Значит, группа «Третья Рим» нормальный такой сообщение. ЗБС-группа. Ну, понятно, да? Сколько будет стоить приезд к нам, приехать вам к нам в Бурятию? Это к тебе вопрос. Экскурсию по Байкалу обеспечим, омуля покушаете и т.д. Судя по всему, самое интересное скрывается за терминологией т.д. Ну, омуль омулям. Ну, раз-два, ты поел омулях. А вот и т.д. в данном случае, мне кажется, очень любопытно. Что же человек имеет в виду? Сколько стоит концерт ваш? Ну, наверняка недорого. Дорогу. Дорога и всё? То есть вы готовы просто за омуля? Вот. Таким образом, судя по всему, у вас теперь может появиться такой полупромоутер в Бурятии, который готов будет помочь вам выступить там. Мне думается, что на первых порах вот даже такой человек в Бурятии, на Байкале будет полезен. Конечно. Очень хорошо было бы. Помогайте ребятам. Помогайте, товарищ Стреклов. Помогайте, это важно. Давайте дальше. Что это будет за песня? Следующая песня называется «Вначале». Почти ближе к концу подошли. Ну, пусть будет «Вначале». Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня, напомню, группа «Третий Рим» из «Оживелья». и «Илья». Поехали. Где-то там, далеко Голоса не понять, не ответить Укрывает легко Дым неподвижный Чей-то полет На просторе дождей Кратких дней Разорванный ветер В ужас ночи спешит Предзакатный Истерзанный Год Прозрачная Бершумная Среда Сухими Пистями Печали Счастливых Дней Он носит Поезда Туда, Где я Еще Вначале 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 Где-то там В суете Шум минут И убитая Память Кроют крыши Простор Чьей-то волей И общей Вины В меру Радости Грусть В эти дни Ваши схожие Приметы Где-то Бродят В груди Мысли В мятых Нарядах Весны Прозрачная Бершумная Среда Сухими Пистями Печали Счастливых Дней Он носит Поезда Туда, Где я Еще Вначале Вначале Скажем Ага Аг Аг Узнай Себя Субтитры создавал DimaTorzok Знаешь, что я тебе хочу сказать, дорогой товарищ Сергей Я не знаю, конечно, как музыканты обычно относятся к своим песням Ну, каждая песня — ребенок, безусловно, каждая песня — это родное, близкое и дорогое существо Но вот эта вещь, она совершенно очевидна, говорит о том, что группа сильная Мало того, и тексты, и аранжировки очень... Вот часто бывает, когда музыканты, особенно у которых есть клавишные инструменты Они любят наворачивать, ну так, чтобы оно же красиво было Чтобы тут стерео, тут бабах Очень сдержанная, классная аранжировка Кто вам делает аранжировки? Делает Юрий Борисович Ланкин, Сергей Николаевич Смоленинов Ну и как, с каким уважением? Дмитрий, извините, Дмитрий Александрович Пироженко и Михаил Вячеславович Ну хоть узнал, как баб зовут своих музыкантов Наконец-то То есть вы сами все это делаете? Послушайте, это тот случай, когда я абсолютно смело могу сказать, что с аранжировками у вас не просто порядок Абсолютная чуечка на это дело Это дар божий, мне кажется, если нет музыкального Ну, как бы сказать, да, если человек не учился этому специально Ну да И делает это по наитию, потому что классный музыкант по природе своей Это круто И еще один очень важный момент Часто говорят, что заводы стоят, а они, понимаешь, музыку играют В данном случае, вот сегодня здесь, люди работающие на железной дороге А один из этих людей, который не работает на железной дороге, строит двигатели самолетные Авиадвигатели наших современных самолетов, которые, в принципе, держат в страхе, мне кажется, полмира Потому что они действительно реально лучшие в мире самолеты Так что не надо больше никому рассказывать, что музыканты — это люди, которые не помогают, так сказать, реальному сектору экономики Они успевают делать и то, и другое А, кстати, как много времени на репетиции-то остается? Мы каждый день практически репетируем А работать когда? Ну, мы работаем, вот Юрка до пяти работает каждый день Я работаю день, ночь, отцепной выход То есть, Дима в Москве живет, он к вам вожрели Нет, Юрка, а Димка, он ездит по субботу-воскресенью Мы стараемся субботу-воскресенья уделять ему То есть, вы репетируете каждый день? Мы, да, вот втроем мы каждый день, да Десять лет каждый день? Ну, не десять лет, ну, как Вот как тот состав организовался, вот именно такой А сколько времени этому составу? Этому составу немного времени С Димкой год, а Мишка только пришел А, поэтому надо нагонять, да, каждый день Надо каждый день Нет, он просто уже готовый, пришел и все играет Нет, нет, все супер На самом деле супер, очень красиво Игорь там пишет, все ноты уже придуманы Все буквы выдуманы, а значит бесконечное Ее сочетание Цове, как и Шекспиру, повезло быть первым Все после будут сравнивать с ними Это абсолютно точные слова Вот здесь даже, мне кажется, испорить не приходится Это абсолютно точные слова Очень трудно потом Другое дело, что, знаешь, когда человек максималист Особенно слушатель, да, который говорит Не, ну Цой уже был, что тут теперь уже? Все, на этом все закончилось Вот есть такой класс аудитории, который именно так относится к музыке Ну да, но эта аудитория слушает другую радиостанцию Которая, в общем, в принципе, уже все сделала, что могла в этой жизни Здесь все-таки люди, которые понимают и Цоя И точно так же понимают и новое, свежее И мне кажется, это здорово И когда я читаю эти сообщения, я понимаю, что не зря мы все это затеяли Я вам скажу Это большой, интересный клан людей Достойнейших людей Понимающих кайф в музыке Понимающих кайф в музыке Третьего Рима Опять же Это же классно Давайте пей дальше Давайте еще Давайте еще Давай Следующая песня новая Ты об этом сообщаешь как-то так Новая Новая Она называется «За окном» То есть у нее так и есть название У нее есть Хорошо Как всегда, еще раз напомню Живой звук в программе «Живые» Это исключительное правило Только живое звучание группы Третьего Рима Погнали Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому За окном привычный звук победной жизни Обо всем, но о тебе молчить И обделив себя стеклом Мы носим разуму в дурном Из глуши своей поклон Осенних писем Толпы с ней километры В ногах, где небо Дышит пустотой Большая правда Вначале лети Менялась Принимая строй За окном Живой пример Как нужно тихо В темноте И навсегда Терять Своё начало За углом Своё разбросано Субтитры Алексею Дубровскому 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 Всё прекрасно Знаю точно, что после каждого эфира Каждая группа начинает копать Рыть друг другу, рассказывать Где что было не так Всё так И всё прекрасно Если где-то какие-то и есть косяки Так это живой рук Вы знаете, как готовились Да ладно Конечно Ну если каждый день гонять пацанов Так-то и вернее Конечно Мы готовились к вашему эфиру Спасибо большое Это приятно осознавать Смотри, Дмитрий Гуманов Вот что пишет А ещё хотелось бы заметить Хорошее европейское звучание На альбомах Это тоже цепляет Сразу, прежде чем поговорим О том, где вы пишетесь Честно говоря, я подустал Уже от такого рода сравнений Всё это звучит прям по евро А почему мы должны равняться На эту Европу-то? Да Почему, собственно говоря Мы не можем сказать Классно звучит Всё это сделано Замечательно Все время с кем-то сравниваем себя И ещё один момент был Очень важный момент, между прочим Опять же, сейчас не вспомню Кто из музыкантов это сказал Но это, кстати, я готов подтвердить Потому что неоднократно С этим сталкивал А вот, пожалуйста Взять, например, тот же группу Пушкинг От того же Коха Шустарёва Есть у них песня «Мама» Чудная совершенно песня На английском она звучит Потрясающе абсолютно Как только по-русски шансон Вот ничего не поменялось в песне Та же аранжировка Ровным счётом всё то же самое Только поёт он по-русски Шансон Это надо на мелодикой слова работать Ты понимаешь? Шансону этого нет Вот в том проблема Что очень многое зависит ещё и от языка От языка, на котором это поётся Поэтому сравнивать, как по-европейски Звучать должно красиво, сильно В любом случае мастеровито сделано Где пишетесь, почему Вы группой зажирели и не из Москвы Вы наверняка не ездите в Лондон Как это многие позволяют себе за большие деньги Вы это делаете где-то у себя Или у нас в Москве? Нет, мы записываем у себя Под предводительством Николая Венгаржановича Это человек, который нам очень сильно помогает У него форта студия или большая студия? Нет, у него студия своя здесь Мы пишемся у себя Он помогает нам подсказывать, как лучше Что там, чего А сводит он нам Уже здесь, в Москве Мы привозим готовые треки И он сводит И вот мы с ним как бы... А мастерит кто? Мастер он тоже делает Но последний мы делали Вот он в какую-то американскую компанию обращался Таки да Он просто хотел проверить Как вот она будет на всяких мыльницах слушаться Секундочку Ну вот на каком... Последний, последний Вот этот альбом сведен... Мастер... Отмастерен в Америке А этот? А этот он делал Ну просто для сравнения Я думаю сяду и послушаю Мне очень будет интересно Хотя он очень тонкий человек Услышу ли... Я боюсь, что я не услышу Никакой разницы Мне тоже так кажется Потому что он очень делает сам Очень хорошо он работает Вот в том и дело Пора давным-давно Как с самолетами Пора давным-давно С военными Давным-давно признать Что мы можем делать Все на самом высоком уровне И как только мы признаемся себе в этом И скажем, что мы ничуть не хуже всех тех Кто пытается нас... Да Мы поймем, что наконец-то Можно жить спокойно Можно вздохнуть Потому что люди зажаты этим ощущением Что мы какие-то второсортные Ничего подобного Ничего подобного Музыку послушайте Вон Третий Рим Смотрите Нифига себе второй сорт Выше пилотаж Так, вот это тексты у ребят Вот это тексты Несомненно будет будущее Только чуточку Поднажайте весь мир у их ног Пишет Константин Твердый, например Значит, вот еще, например Мне кажется, что люди Не там ищут красоту Вот человек возвращается И говорит там за это Мы привыкли видеть глазами Ведь большую часть информации Получаем через глаза Но думают, что красоту Можно чувствовать сердцем Мы же говорим, что музыка красива Но не глазами же мы это понимаем Очень правильно Красота очень неуловимая штука такая Очень, нет, не по-русски Неуловимая штука Красота Сама по себе И каждый ощущает ее по-своему По мне так красиво Если кто-то со мной не согласен Готов порассуждать на эту тему Тоже только аргументами Пользоваться Давайте петь Давайте еще две песни успеть Спеть как минимум Да, следующая песня Называй Это новая песня Хорошо, что предупредил А то бы я стал путаться Да, эта песня Называется Легко и просто Окей Как всегда, еще раз напомню Живой звук В программе «Живые» Здесь сегодня Группа «Третий Рим» Из славного города Ожерелье Группа «Третий Рим» Принимаю вечер За конец дневных усилий Жду от каждой встречи Новых пониманий Опоздать Легко и просто Но где теперь Те, кто ждал тебя Бесконечно белым Утро и дороги Разыщу в них места Для лучших начинаний Проиграть Проиграть Легко и просто Не найти В завтрашнем себя Все тишина Такое положение в тебе Я слышу И пустота Несет в себе Офиг На все вопросы Все согло И на Такое положение В тебе Я вижу Исчезнет Глядь Не в рядовой душе Легко и просто Глядь Исчезнет По большому свету Время Время убивая Я иду и верю Вечные мотивы Побежать Легко и просто Вспомнить Кто Завтрашнем тебя Завтрашнем тебя Без лишнего Ну то есть Без перебора Без каких-то там Наворотов Все просто Казалось бы Очень изящно Супер Ты обещал стихи Почитать Между прочим Думал я забыл об этом Нет У нас времени Осталось совсем немножко Но все же Люди просили Значит знают Что у тебя есть Хорошие стихи Хотелось бы их услышать Сейчас вспомню Но я буду чуть Если можно Запинаться Ничего мы простим Стихи твои Имеешь право Когда теряет смысл Предмет И не спеша Приходит вдохновение И ведает душа Основы безначальной Безмерной высоты И нет пределам мыслям Что с вечностью на ты Но взгляд Осенних далей Чьи ветры Так ясны Поверх Сплошной разлуки В угоду Вечной муки Мне ставят штамп Печальный Полжизни до весны Ты это Так А еще Ну я не помню Ты ну начал Ты единственное смог вспомнить Слушай Очень красиво Опять же Стихи это Как говорят Стихи это состояние души Я в детстве В юности Никогда не любил стихи Вот правда Мне проще было прозу Читать Как-то воспринималась Она проще Но всегда восхищался И находил эту возможность Восхищаться Тому как люди умеют Держа ритм Да Ямп Хорей И так далее Все эти терминологи Подставлять Придумывать эту рифму Точно Не кровь-морковь Банальные все эти вещи Там ботинок-полуботинок А очень красивые Правильные Изящные Грамотные слова Которые неожиданно Откуда берутся Вот этот дар Он дается Или этому можно научиться Скажи пожалуйста Ты учился стихосложению Саму Нет Ну просто Да Наверное так просто Да получается Сейчас же масса Всяких программ есть Я знаю людей Которые там Я даже не пробовал Но я знаю что это есть Рифмы Компьютерные То есть человек забивает Слово какое-то Ищет рифму И сидит сочиняет стихи С компьютером Но это может быть однообразно Я понимаю Я понимаю Я просто к тому Что люди позволяют себе На мой взгляд Это как Музыку Математикой мерить Вот ровным счетом Так и стихи писать Через этот рифмоплет Который автоматически Помогаете Вы подыскивать слова Значит нужно иметь Во-первых Хороший запас слов И знания Там у Пушкина Какой был словарный запас Говорят Я не помню Там тысячами слов Исчисляется Огромным количеством Невероятно Но именно тех Которые он выбрал для себя Он это нарабатывал с жизнью И это принесло ему Вот эту индивидуальность Это сделало его великим Да По сути дела Помимо навыка Сочетать одно с другим Сочиняя стихи И еще использовать Те слова Которые иной раз У людей даже в голове Не сидят Потому что Ну как-то не пользуются Они ими А нынче словарный запас У людей совсем скудный стал Просто потому что незачем Да Незачем А что в интернете Он все там Написал привет Как дела за БС Мормалды Просто жить неинтересно тогда Это же неинтересно будет Вот мы говорили Недавно Вот про детство Да Что вот интерес Должен быть неподдельный Потому что Детскому Временное Все чуждо Вот Именно поэтому Мы как бы Пытаемся сохранить Вот это В себе Вот это чувство Как вот раньше Да Вот я все время Ребятам рассказываю Да Вот пошли мы на футбол Футбол играть Вот во двор Там за дом Да И нет мира Нету его Нету Мы идем играть в футбол Все Больше ничего Нет Вот это вот Вот это чувство Оно должно быть Когда ты делаешь Сочиняешь песню Это правда Сейчас-то прямо у меня В ностальгию Как вот Мы в футбол играли И в хоккей играли Во что мы только не играли Так самое интересное Тогда когда Извини Немножко я сейчас Да когда я был мальчишкой Тогда и компьютеров То не было еще И дома сидеть было Нет смысла Мультики показывали В определенное время И то по выходным И со всех балконов Кричали там Васька иди домой Мультики показывают Реально Прибежал Посмотрел И назад на улицу Вот Мелодии и ритмы Зарубежной эстрады Ну понятно да Советское время Совсем другое Вся жизнь во дворе была И играя Да не знаю До самой темноты Пока домой не загонят В футбол Снося себе ноги Сбивая ноги В кровь Шел домой Завтра в школу А потом снова бежать Во двор играть в футбол Какой кайф был И дрались И ссорились И мирились И какой кайф Сейчас конечно С этим несколько сложнее К сожалению Другое время Сколько по хронометражу Финальная песня ваша Будет длиться Она будет длиться Наверное минут 4 Да Все Тогда нужно петь Потому что нам уже пора заканчивать Ребят спасибо вам большое За то что были В программе живые Спасибо за то что вы такие живые Спасибо за то что вы есть Естественно Я очень рад тому Что мы познакомили Большую часть аудитории С вашей музыкой И будем надеяться на то что Теперь к вам на концерт Остануешь ходить вдвое Втрое людей больше А дальше оно само по себе Как снежный ком Понакатанный Как называется песня Которая закончится Следующая песня Как раз о том О чем мы говорили О неприятии Временного всего Песня называется Многое пройдет Спасибо Спасибо Со всеми прощаемся До понедельника Уж простите Длинные выходные получаются Всем пока Третий Рим Заканчивает свою программу Сегодня в программе живые Погнали Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok